Всем здорова, я снова на проекте Смотра Рейдж, кстати уже не на тестовом сервере, а на основе И забавно то, что я на основе могу кататься сейчас на тех тачках, которых еще в принципе нет на сервере И кстати, номера, ну ладно Короче, не суть, суть в том, что я сегодня вам расскажу, что там по обнове Расскажу про несколько спойлеров, обсудим то, что вообще хотят добавить разработчики И еще мы с Саней недавно общались в дискорде, я ему сказал Саня, я говорю, ты понимаешь, что у тебя на сервере сейчас в данный момент 7 работ недоступны 7 работ невозможно работать То есть ты тратил огромное количество времени на то, чтобы это сделать, а это сейчас не работает Я говорю, с этим нужно что-то сделать Короче, еще расскажу, разумеется, почему я пропадаю Нет ни стримов, нет ни видосов, но я думаю насчет этого в принципе и так все понятно Ладно, самая первая, самая интересная особенность это то, что Саня сделал форум Кстати, это очень забавно выглядело, потому что мы с Саней это обсуждали в дискорде Он уже очень давно хотел сделать форум, еще со времен МТА Но они не могли решиться, стоит ли это делать или нет Я сказал то, что форум на самом деле это очень крутая система Как минимум потому, что тут будут предложения Я сказал, смотри, ты можешь сделать так, ты можешь сделать две темы Предложения по разработке, по серверу И еще одну тему, это то, что из предложений уже реализовано Чтоб люди видели то, что они что-то предлагают И это на самом деле реализуется Я говорю, в форуме на самом деле прям очень много всяких разных плюсов И он все-таки, Саня, ну со своей командой решили сделать форум Вот они его сделали И самое интересное по этому форуму То, что нам показали тизер 40 секундный Вы его, я думаю, уже все видели, сами могли его посмотреть И тут чел написал, если тизер готов, обнова сегодня, либо завтра Ждем И Саня почему-то поставил лайк на этот коммент Я не знаю, правда это или нет Потому что Саня всегда, точнее Саня никогда не знает, когда обнова Даже если Саня думает, что обнова сегодня Он уже может, например, через час закрыть сервер Зайдет на тест Потестит какую-то систему Ему вот в голову, например, может что-то взбрести с каким-нибудь багом связанное И он поймет то, что тут просто пиздец И обнову не будет еще пару дней, пока Саня это исправляет Но это грубо говоря, я просто говорю то, что такое возможно В чем прикол? Примерно, может быть, месяц назад Может чуть меньше, чем месяц Мы с Саней также общались в Дискорде И Саня сказал то, что на сервере будет полиция и 700 татуировок И он сейчас чуть-чуть доделает полицию и выпускает обнову Потом Саня меня позвал на тест Потом Саня позвал меня еще раз на тест Он показал еще пару систем Он показал одну крутейшую глобальную еще систему Которая, в принципе, должна еще изменить игру на сервере Короче, в итоге на сервере будет нихуя не две системы Как Саня изначально предполагал Будет их гораздо больше Меня Саня позвал на тест Показал, как реализованы дуэли Это очень крутая тема Мне Саня сказал, пожалуйста, не спойлери, как она будет выглядеть Это будет типа сюрпризом Но, короче, в дуэли вы сможете проверить свой скилл с друганом один на один Или не с друганом, например, с кем-то кто-то на вас повыебывался Это такой го раз на раз И там еще можно установить ставку Так же, грубо говоря, как в гонках Да, там что-то от 10, может быть, тысяч до какой-то другой суммы Я не помню, да, и в любом случае, даже если бы я посмотрел, какие там суммы Саня бы мог бы в итоге эти суммы изменить Есть еще одна спорная система Как раз-таки очень глобальная система Про которую я не могу рассказывать Я вот просто сейчас думаю, как она повлияет на сервер И, блин, ну, вроде должна положительно повлиять А, ладно, давайте по поводу семи работ И вы, наверное, сами сейчас охуели По поводу семи работ Смотрите Начинаем с курьерки Курьерку сейчас, грубо говоря, нет смысла катать Потому что, когда придуман был тактоз Одновременно рыбачить и катать курьерку Там можно было реально много зарабатывать денег Больше, чем на той же самой На тех же самых дальнобоях На тех же самых автобусниках И все радовались И меня даже разрабы, грубо говоря, похвалили Сказали, ну, Жек, ты молодец Нашел систему, одновременно курьеришь Одновременно рыбачишь Окей, типа, чё бы нет Развлекайся Но потом рыбалку сломали тайминги К хуям То есть рыба может не вылавливаться Минут 10, насколько я понял Сломали вообще вот Именно все тайминги на сервере Даже иногда челики могли отыграть час Как мне рассказывали От бесплатного спина Проходило там всего 5 минут Там 15, 20, 30 на рандом Поэтому рыбалка с таймингами обосралась И я говорю, смотри, Сань Сейчас невозможно работать курьера из-за рыбалки И невозможно работать рыбалку Потому что на рыбалке рыба может не вылавливаться Минут 5-10, хотя должна вылавливаться Я говорю, смотри, это уже минус 2 работы Я очень давно говорил про то, что есть самолеты Баганы Мы тогда на стриме хотели полетать на самолете И меня возле одного самолета постоянно крашило Не обращайте внимания то, что я нахожусь в игре World of Warcraft Я просто сейчас в GTA не смогу показать, как это работает Показываю здесь Видите моба? Я его вижу И неважно, насколько высоко я от него Я его все равно вижу Но стоит мне улететь вперед, грубо говоря, метров на 100 Он пропадает Та же самая механика Я просто вам пруфую Та же самая механика в GTA 5 Если вы будете стоять на мейсбанке То вы будете видеть всех людей под вами проезжающих И можете даже убивать их со снайперской винтовки И они в жизни никогда не догадаются Откуда вы их убиваете Потому что дальность прорисовки вперед и назад Буквально, ну, примерно метров 100 А вверх и вниз дальность прорисовки бесконечная Поэтому чел мог просто летать на самолете На 8 или на 9 левеле этот самолет Просто летать над абсолютно всей игрой На большой высоте И процентов бы 10 людей Непонятно из-за чего этот баг происходит Процентов бы 10 людей просто постоянно крашило бы с сервера И да, есть много таких механик Например, иногда когда тачку в саку разъебываешь И кто-то попадает в стрим-зону к этой тачке Его тоже может просто крашнуть Из-за этого у меня тоже такое бывало Из-за чего происходит этот баг Скорее всего, никто и не понимает Но вот, оно есть Поэтому самолеты тоже отключили Это минус уже 3 работы Продолжаем На охоте животные не спавнятся Есть, конечно, тактос, который должен был бы помочь Но, как я понял, он тоже не помогает Либо даже если он помогает, то его все равно все не используют Короче, животные не респавнятся на охоте Поэтому это, в принципе, еще минус охота То есть это уже 4 работы в данный момент на сервере Их просто нет РЖД РЖД, там зарплата просто вообще очень маленькая Саня мне сказал причины, по которым РЖД пока что не апают Ничего с ней не делают Но это уже минус 5 работ Пожарку отключили Это уже минус 6 работ Которые были, в принципе, на сервере И еще лутерство Подводный лут А, с наземным сейчас все хорошо И, да, с элитными кейсами тоже все хорошо Поэтому подводный лут еще не работает Это тоже можно назвать работой Поэтому я Саня когда-то перечислил Он, в принципе, охуел, когда реально осознал То, что на сервере 7 работ сейчас не работают На них нет смысла работать абсолютно А что у нас остаются? Дальнобои и автобусники, да? Из того, что есть смысл покатать с нормальным заработком Ну, либо курьер на каком-нибудь вайроне Но понятно то, что вайронов на сервере И всяких SVG-ов уж не так уж и много Да, если говорить, где я пропадаю То, блин, вот Жду контент на смотре Не хочу высасывать из пальца контент Там, не знаю, какой-нибудь Заново проверять какие-нибудь работы Или что-то еще Зачем мне это делать Если после обновы Еще мне придется заново проверять все работы Какой там заработок Нормально ли работают эти работы Мне кажется, Саня на пару дней затянул обнову Еще и по той причине Потому что на данный момент 7 работ на сервере не актуальны То есть половины из них нет Половина из них вообще просто не работает А где-то зарплата просто саное говно А, маппинг, маппинг, маппинг Это очень интересная тема Если честно, я вообще не ожидал То, что Саня это сделает Просто чекните маппинг Это, я так понимаю, Сэнди Шорс Ну ладно, вы сейчас, я думаю, точно сможете понять По вот этому месту Ага, а где Саня его спойлерил А что-то я не могу найти, где Саня его спойлерил Кстати, Саня написал Протестировано на всех возможных спеках ПК Минимальные просадки на слабых Вообще типа 3.1 фпс Например, на 10.50 видюхи Вообще нет просадок Это очень хорошо Короче, Саня решил еще Замапперить карту Я не знаю, либо он где-то мод скачал Либо он нанял маппера Который все-таки как-то прикольно Пораставлял деревья и еще другого маппинга Поэтому изменена будет локация Я так понял, в любом случае Вот от Сэнди Шорс Вот все, что выше Вот сейчас, где я нахожусь Все, что выше Оно все должно быть замапперено новой какой-то херней А вот здесь вот эта вот херня замапперена Потому что здесь вот переезд Тут он тоже выглядит вообще совершенно по-другому Поэтому как минимум 5 систем Новых будет на сервере Даже может быть 6 Хотя изначально планировалось всего 2 Поэтому сидим Ждем обнову И Саня еще не выкатывает прям сейчас обнову Скорее всего, потому что он видит То, что онлайн-то на сервере нормальный держится Я, кстати, тоже вахую Я тут недавно зашел Смотрю, онлайн 570 человек Около вечера Не выходные Я такой О, а что-то вообще неплохо Нормальный онлайн Я думал, онлайн будет гораздо хуже Поэтому это реально очень странно Даже несмотря на то, что Обнов так давно не было 7 работ в данный момент не работаются На сервере все равно держится онлайн Это очень хорошие новости Так, а я не понял У меня ENB же не работает Почему у меня небольшое размытие А у меня даже глубина резкости не включена Глубина резкости Почему у меня спереди что-то размыто Нет, ENB не работает А что за хуйня Почему у меня фон размыт Это Саня небольшой какой-то мод что ли въебал Лол А реально у меня ENB не работает А почему-то фон размыт Раньше точно не был фон размыт Я вам отвечаю Может это просто спецэффекты размывают фон Нет Фон все равно немного размыт Ну и кстати Сейчас уже не так сильно Да, еще, конечно же, от разраба Rage мы все ждем, когда он вернет ENB и даже вот эту вот функцию Alt-F3. У меня почему-то оверлей весь сломался. Короче, на Alt-F3, когда вы нажимаете, вы можете настроить цвета, цветовую гамму, вот эти вот все фильтры. Это стандартная хуйня от NVIDIA. Спасибо, чел, что по встречке ехал, хотя на самом деле мне похуй. Короче, вот, она тоже не работает, она не в белом списке. Поэтому еще от разраба Rage, конечно же, ждем ENB в белый список и всякие другие оверлейные штуки. Я думаю, я все рассказал, что хотел. Не, хотел-то рассказать гораздо больше, просто я не могу спойлерить это. Всех люблю, всем спасибо за то, что смотрели. Короче, всем пока, скоро увидимся.